Основной доклад на коллегии зачитывает исполняющая обязанности главы округа Наталья Рычкова в зале руководителей предприятий и организаций, в президиуме, председатель собраний и депутаты областной думы. Ну и к цифрам. Почти как в прошлом году, но немного хуже. Так можно охарактеризовать основные экономические показатели района. Так, по общему кругу предприятий отброшено товаров и поставлено услуг на сумму 9 миллиардов 750 миллионов рублей. Это на 10% ниже показателей 2014 года. На 11% снизилась добыча нефти. Она составила 787 тысяч тонн. На 14% меньше добыли газа. На 20% уменьшились показатели в строительстве. Построили два дома на 48 квартир. Порадовала рыбная отрасль. В прошлом году добыли более 12 тысяч тонн рыбы, тогда как в 2014-м всего 5 тысяч. При этом бесплатно раздали 2 тонны рыбы и для продажи в округе оставили 45 тонн. Цены на мороженую рыбу в Ахе остаются весьма доступными. На потребительском рынке ахинцы стабильно оставляют все больше денег. Так, в 2015 году купили товаров, покушали в ресторанах и оплатили услуг на сумму почти 6 миллиардов рублей. Причем существенно вырос за последние годы оборот общественного питания с 230 миллионов в 2013 до 650 в 2015 году. В среднем в прошлом году каждый ахинец купил товаров на 223 тысячи рублей, покушал в ресторане на 27 тысяч и оплатил бытовых услуг на 6 тысяч рублей. По данным показателям, мы, кстати, третий в области после Южного и Ноглик. Большая работа в 2015 году была проведена в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Производилась замена водяных и тепловых коммуникаций, сделали водяные скважины в селах, ремонтировали сети электроснабжения. На благоустройство было направлено 216 миллионов рублей. Установили освещение в городском парке, модернизировали городскую систему освещения. Но ни свет в парке, ни газоны, ни ремонт дорог особо ахинцев не удерживают в городе. На 1 января 2016 года нас в районе проживает 23 171 человек, на 287 меньше, чем в прошлом. На 12% сократилась рождаемость, но и смертность также сократилась, но на 17%. Безработица подросла, но по-прежнему не особо высокая – 1,1%. Средняя заработная плата в 2015 году составила 54 729 рублей, на 5% выше, чем в 2014. Среднесписочное количество работников – 8 300 человек. В завершении основного 40-минутного доклада Наталья Рычкова наметила цели и задачи на 2016 год. После нее выступали руководители бюджетных организаций и предприятий, докладывали о своих показателях 2015 года и о планах на год 2016.